МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но с 1 января этого года вся информация о соцобеспечении, мерах поддержки, гарантиях, выплатах и компенсациях каждого гражданина вносится в единую государственную информационную систему социального обеспечения, сокращенно ЕГИСО. Работа с этой системой, по словам представителей Пенсионного фонда и Федерального казначейства, позволяет заниматься этими вопросами более централизованно. Подсистема будет позволять проводить весь процесс от начала обращения гражданина за установлением выплаты, ввода туда соответствующих документов, установление самой выплаты, формирование выплатных документов. И даже дальше, непосредственно, прямо с системы ЕГИСО, будет формироваться распоряжение, которое будет поступать в Федеральное казначейство. Для проекта было выбрано два вида выплат – пособия для инвалидов и малоимущих граждан. Основная задача, стоящая перед нашим городом – осуществить на практике перевода через систему ЕГИСО. Но проводить выплаты таким образом будут только обладателям карты МИР. НСПК МИР, взаимодействуя с банками со всеми, их сейчас 300 банков, подключенных к данной системе, будут проверять валидность карт. То есть, действительно ли она на настоящий момент или нет. И сразу же после поступления сообщения о банке, что данная карта действительно, что она не потеряна, не закончила свое существование по сроку годности, на эти карточки гражданам будет зачислена соответствующая сумма. Фактически весь процесс занимает два часа. Для тех, кто использует другие платежные системы, процесс выплаты пособий останется прежним. У подобной системы выплат есть еще одно весомое преимущество. Каждый уровень и каждое ведомство ведет свой учет по получателям выплаты объемом. А значит, получить целостную картину по расходам на конкретного человека практически невозможно. Но система ЕГИСО призвана решить эту проблему. По задумке авторов, в рамках этого проекта решится и вопрос контроля выплат. Если человек по каким-то причинам получает двойное пособие, которое ему не положено, система зафиксирует этот факт. Таким образом, все денежные средства, выплачиваемые льготником, можно будет распределять гораздо эффективнее. Мария Рунч, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. В нашем городе программа «Молодая семья» действует с июня 2006 года. За это время социальные выплаты для улучшения жилищных условий получили 388 молодых семей. В июне этого года приказ Министерства социальной политики по этому приказу семь молодых семей города Сарова готовятся сейчас к получению свидетельства о праве на получение социальной выплаты. Причем две семьи из этого списка – это многодетные семьи, а многодетные семьи в рамках этой программы у нас внеочередники. На момент участия в государственной программе супруги не должны быть старше 35 лет. Это распространяется и на неполные семьи, где ребенка воспитывает только один из родителей. Также семья должна быть официально признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, но при этом иметь стабильный доход, который позволит выплачивать кредит. Сумма выплаты рассчитывается от состава семьи, составляет она 35% от расчетной стоимости. При этом стоимость метра, естественно, применяется не по городу Сарова, а установленная по Нижегородской области, она сейчас составляет 46 тысяч. В этом году в порядке подачи документов на участие в программе произошли изменения. Если раньше документы можно было подать до 1 сентября, то теперь это можно сделать только до 1 июня. Всего на 2019 год подали заявление 46 молодых семей. Но, как показывает практика, субсидии в итоге получат не более 10. Финансирование предусматривается за счет средств трех бюджетов – федерального, областного, местного. И распределение средств идет именно пропорционально полученным средствам за счет федерального бюджета. Но по городу Сарова, по сравнению с другими органами местного управления, семь семей – это, в принципе, неплохая цифра. У нас же есть еще и местная программа по получению социальных выплат просто для нуждающихся. Там может быть чуть меньшая сумма, но более вероятное получение выплат. На самом деле программ много. Получить консультацию по программе «Молодая семья» можно в городской администрации в кабинете 123. По понедельникам, вторникам и четвергам. Телефон для справок – 99057. Наталья Петрунина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Интернет в качестве инструмента рекламы с каждым годом становится все популярнее. И все больше компаний предпочитают рассказывать о себе, продавать свои товары и услуги не с помощью традиционных СМИ, а через социальные сети. Но даже этот вид рекламы подходит не всем. Если, к примеру, клиенты компании не сидят в соцсетях, то в соцсетях достаточно ограничиться просто присутствию. Если же это какой-то массовый рынок и какие-то массовые услуги, то ВКонтакте, можно сказать, обязательное. Потому что многие уже отказались от чтения газет, а социальные сети являются основным каналом получения информации. Алексей и Валентина Переведенцевы – практикующие маркетологи. Те стратегии, тактики, инструменты, о которых они рассказали представителям Саровского бизнеса общества, они использовали в работе лично. По их мнению, реклама в интернете имеет свои весомые преимущества. Мы можем достать человека, прямо сидя дома. Ну, то есть, когда он сидит дома, без необходимости делать наружную рекламу. И есть возможность сделать это очень подружески. То есть, если вы открываете газету, то вы сразу воспринимаете, что это реклама. А это не реклама, ВКонтакте, есть возможность этот формат организовать таким образом, чтобы это выглядело как дружеский совет. Семинар длился несколько часов. За это время предпринимателям рассказали об актуальных методах продвижения, развития групп в соцсетях и новых техниках по увеличению продаж. Как платных, так и тех, что не требует серьезных финансовых вложений. Мария Рунич, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. Шесть часов вечера. Рабочий день у большинства уже позади. Но не для службы судебных приставов. Этим вечером по плану они должны объехать сразу нескольких жителей города, у которых, по сведениям налоговой полиции, скопились немалые долги по различным видам налога. Визит судебных приставов домой, даже по мнению самих сотрудников этой службы, не самый радостный момент. И ожидать от людей можно все, что угодно. От ругани до драки. Мы будем надеяться, что в первую очередь нам обеспечит доступ в жилые помещения для проверки имущественного положения граждан и для возможного ареста имущества с последующей реализацией. Заходим в подъезд. Возглавляет группу сотрудник в бронежилете с наручниками, резиновой дубинкой и электрошокером. На вопрос, приходилось ли применять эти спецсредства, отвечает уклончиво. Бывает всякое. Лучше быть готовым к любому развитию событий. Случаи, когда обозленные неплательщики спускали на сотрудников собак бойцовских пород и драться лезли, не так уж и редки. По первому адресу, на который приехали судебные приставы, существенный долг по транспортному налогу. Мы в первую очередь хотим найти имущество, которое возможно описать и реализовать в пределах суммы долга. Служба судебных приставов, Сергей Марьевич Александрович, нас интересует Валерий Иванович Сухов. Ой, да, он здесь проживает. Я снимаю эту квартиру. Не знаю, кто такой. Я снимаю любиком. Домой пускать не буду. Я сейчас этот паспорт просто положу кому-то. Так, дожди отсюда. Но ни на первом, ни на втором и даже на третьем адресе налоговой должников не оказалось. Кто-то давно не живет в квартире, ее снимают совсем другие жильцы. Кто-то просто проживает в другом городе и возвращаться не намерен. В одной из квартир нас встретила мать должника и была неприятно удивлена, что в ее дверь постучали приставы. Я ничего не буду передавать. Уже хватит сюда. Всего доброго. Он здесь не прописан. Пожалуйста, сюда не писывайте ничего. Я уже устала передавать все его письма. Только в одном месте приставам удалось найти самого должника. Правда, нашу съемочную группу на территории своего дома он не пустил. О чем говорил этот мужчина с приставами и каким образом будет гаситься его долг перед государством, тоже осталось для нас за кадром. Главное, по словам самих судебных приставов, должник найден, идет на контакт и даже пытается малыми суммами гасить пение и основной долг. Со стороны это может показаться спорным достижением, но даже такой малоуспех все же лучше, чем ничего. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Небо уже стало частью жизни Данила Шумленко. Хотя, будучи мальчишкой, он не думал, что авиация будет его профессией. Но когда после окончания школы выбирал вуз, решил пойти по стопам старшего брата Владимира, который уже учился в Воронежской военно-воздушной академии. Он рассказывал в основном об учебе, о службе, о всех тяготах, лишениях военной службы. Вот я к нему прислушивался, делал какие-то свои выводы и уже тогда для себя решал, поступлю я туда или нет. Данил, как и старший брат, выбрал не просто авиацию, а военную. И хотя сам он не будет упоролись самолетом, но военно-техническая часть воздушного судна – это его зона ответственности. По окончании военного вуза Данил будет инженером авиационного вооружения. Само собой, дальше будет сложнее, но опять же интереснее. То есть начинается специальность, уже вот это погружение, взлеты начинаются, стажировки, практики. Образцом выполнения воинского долга для обоих братьев стал отец, который прослужил во внутренних войсках более 20 лет. Когда-то Александр тоже мечтал о небе, самолетах и хотел стать летчиком, но жизнь распорядилась иначе. Ну не получилось, были различные там курьезы. В то время родители за меня переживали, меня отпускали. А здесь мы решили и просто помогли. Поддержка родителей в выборе жизненного пути, даже таком рискованном, как военной авиации, стала для Данила толчком в стремлении учиться и добиться своей цели. Его отец на собственном опыте знает, что значит защищать родину. Но сейчас главная задача Александра – это воспитание сыновей, будущих офицеров ОВС России. Это святой долг – защищать родину, быть квалифицированным специалистом своего дела. Данил знает, что профессия военного летчика требует основательных теоретических знаний и практики. Все это впереди. И курсант Шумленко готов к любым трудностям, зная, что его обязательно поддержат отец и старший брат. А пока он в первом в его жизни отпуске, после которого подпишет контракт о прохождении военной службы. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. В эту профессию идут по призванию души. С такими словами встретил съемочную группу археолог с 14-летним стажем Николай Баранов. Говорит, что работа археолога многогранно требует большой осторожности, кропотливости. Здесь нужна хорошая выносливость и физическая подготовка. Копаться в земле и находить интересные артефакты Николай Баранов начал еще в детстве. С детства хотел заниматься археологией, потом пошел на эстфак, там у нас была археологическая практика. Я попробовал там свои силы, мне понравилось. Начал регулярно посещать, выезжать в археологические раскопки различные в разные области. Одно за другое и незаметно я уже с сарой провожу раскопки храма. Профессиональный праздник – не повод останавливать работу. На монастырской площади археологи трудятся с утра и до самого вечера. Каждый день исследователи находят десятки различных предметов – керамику, посуду, а также древние артефакты. За последние два месяца археологи изучили территорию храма и нашли около шести захоронений, которые относятся к XVIII веку. Костяки зачастую, в двух случаях вернее, они не перекрывали друг друга, это было как бы под захоронение, изначально был положен усопший. И потом впоследствии к нему подприхоранивали, ну, может быть, родственник, близкий, может быть, жена, ну, не знаю. И вот они как бы лежат в два яруса, вот в двух местах у нас было. Еще в двух местах одиночные захоронения. Утверждать, что это монахи, Николай Баранов не стал, но предположил, что, возможно, это благодетели, которые помогали монастырю. Благодаря этому они и удостоились возможности быть похороненными непосредственно вблизи храма. Также рядом с захоронениями археологи нашли хозяйственные ямы и древнюю керамическую плиту, на которой когда-то готовили священнослужители. Все слои грунта археологи просеивают, находки сортируют и очищают, после чего отправляют их в музеи и лаборатории. Мы расчистим, все это зафиксируем, все сфотографируем, обязательно опишем, аэроссъемку сделаем обязательно, всего-всего. И потом после обработки находки, что были найдены в музей, пойдут, естественно, а с храмом я не знаю, как поступит. Тут уже нет меня зависит. Наше дело найти, показать, вот, посмотрите, очистить все это дело, сдокументировать, а дальнейшую судьбу, наверное, уже будут решать местными. После завершения работ археологи отправятся на следующие раскопки, чтобы шаг за шагом восполнять пробелы нашей истории. Как говорят они сами, у настоящих археологов не бывает собственных музеев. Все, что может быть найдено, это общее достояние. Редакция нашего канала поздравляет всех причастных к этому празднику и желает каждый день творческих успехов в археологических исследованиях, удачи в кропотливом и важных для истории деле и реализации всех намеченных планов. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Меньше чем через две недели для этих девочек вновь прозвенит школьный звонок. И если для Валерии сидеть каждый день по шесть уроков – дело привычное, то вот маленькая Алиса впервые сядет за парту. И выбирать канцелярские принадлежности для нее занятие не только интересное, но и ответственное. Первым делом девочки отправляются смотреть тетради. Специалисты советуют брать не только однотонные тетрадки, но и с изображением персонажей любимых мультфильмов. Ребенку будет интереснее заниматься, глядя на своего героя, чем просто зелененькую тетрадку. Это на усмотрение родителей. Школьникам постарше тоже есть из чего выбирать. Но, как правило, чтобы ребенок подолгу не рылся в рюкзаке, они предпочитают предметные тетрадки. Кстати, в конце каждой такой тетради есть шпаргалка с основными формулами и правилами. Следующее, чему стоит уделить внимание, это пеналы. Для младших классов, конечно же, удобнее два-три отделения, чтобы было. В один отдел вы положите карандашики и фломастеры, а в другой отдел уже ручки, простые карандаши и линейки. Для старших классов выбирает уже пенал-тубус. Пора наполнять пенал. При выборе ручек главное, чтобы ребенку было удобно держать их в руке. Паста не должна вызывать затруднений при письме и легко ложиться на бумагу. В младших классах одни из самых важных предметов – рисование и труд. Поэтому обязательно купите малышу цветные карандаши, краски, альбом для рисования. Ну и, конечно, самое главное, без чего не обойдется ни один школьник – это рюкзак или ранец. В младшей классе вам нужен рюкзачок с артопической спинкой, жестокаркасный. Там у вас ваши все вещи, не помнутся ребенка, тетради станут в целости сохранности. А вот для ребят постарше – большой выбор рюкзаков. У них, как правило, мягкая спинка, которая удобно ложится по спине и не доставляет школьнику дискомфорта. К выбору ранца для первоклассника стоит подходить с особой ответственностью. От этого во многом зависит здоровье ребенка и его безопасность. Также нужно обратить внимание для младших классов – рюкзачки со цветоотражающей лентой. Сейчас на многих рюкзаках уже она имеется. Очень важно, чтобы ребенка было видно водителем на пешеходных переходах. Когда осторожающая лента светится, конечно же, водитель обратит на это внимание. А еще необходимы линейки, папки для тетрадей и множество других мелочей. Если вы еще не собрали своего ребенка в школу – самое время это сделать. Как говорил один киногерой, все приходящее, а музыка вечна. Музыканты Саровской дивизии в очередной раз подтвердили это своим участием в фестивале духовых оркестров в Архангельске. Разве участие в празднике, посвященном Дню военно-морского флота, они отложили отпуска? После командировки прошло уже больше двух недель. Оркестр немного отдохнул и снова приступил к подготовке к очередному выступлению, но уже на родной сцене. Поучаствовать в таком большом мероприятии – это, конечно, и опыт большой для музыкантов, и для меня, как для руководителя. Ну, в общем, заряд положительной энергии, эмоций и дальнейшего профессионального роста, конечно. Три дня в Старизе-Поморье были насыщенными – сначала репетиции, затем выступления. По словам Павла Мишалкина, дивизионный оркестр показал все, на что способен. Каждый из участников внес свой вклад в успешное выступление перед публикой. Дирижер отметил отзывчивость и доброжелательность жителей Архангельска. Подходит, очень, говорит, понравилось. Благодарили прям душевно. Ну, и музыканты тоже выложились. Надо большое сказать спасибо, что играли с душой, играли с самоотдачей. Участие в фестивале для солиста оркестра Александра Курносова – это возможность перенять опыт у музыкантов из других эстрадных коллективов. И на будущее он сделал для себя отметки о репертуаре выступления и манере подачи. Все это он уже воплощает в жизни при подготовке к очередному концерту. Для того, чтобы был творческий рост, я считаю, прежде всего в коллективе. Потому что, когда люди общаются, смотрят на другие коллективы, и для себя что-то новое черпают из этого. Фестиваль оставил у музыкантов не только теплые воспоминания, но и установил новую планку для творческих свершений. И хотя они военные музыканты, репертуар оркестра включает в себя не только строевые песни и марши. Оценив свои возможности на фестивале «Дирекцион Норд», дирижер готовит своих подопечных к новым творческим командировкам. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. В некотором царстве, в лесном государстве жили звери. И решили лесные жители создать группу ВДПО. Авторы сказочной пьесы «Лесная история» простым языком рассказывают малышам о добровольной пожарной организации. Активисты клуба «Молодая семья» Надежда Злаймана и Татьяна Шарова написали сценарий к поучительной сказке и стали победителями муниципального этапа всероссийского конкурса «Русское слово». Идея возникла еще в прошлом году. То есть, как донести эти сложные понятия для ребятишек младшего школьного возраста и дошкольного возраста. Решили написать пьесу-сказку, где герои сами расскажут, что же это такое, зачем это нужно. Сказочные персонажи по задумке авторов расскажут детям о важности пожарного отряда. Для Надежды это не первый опыт написания литературных произведений. Как руководитель клуба «Молодых семей» она регулярно пишет сценарий к праздникам. Но вдвоем сочинять намного легче и интереснее. Вместе сидели, сочиняли, каждую строчку прописывали, придумывали, какие герои. Ну а так как дети были рядом, даже детишки там маленькие что-то где-то подсказывали нам. Пьесу «Лесная история» организаторы городского конкурса отправили для участия в региональном этапе в номинации «Лучшая пьеса». Итоги всероссийского конкурса для молодых авторов в сфере литературы русское слово будут подведены в ноябре этого года. Но спектакль по пьесе маленькие зрители увидят намного раньше. Уже сейчас авторы решают, каким будет представление и готовят к нему декорации. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Сразу после работы Александр Зубарев спешит в торговый центр, но не для того, чтобы пройтись по магазинам. Его главная цель – помочь тем, кто действительно в этом нуждается. Александр – волонтер акции «С мира по листочку». Он не только сам принимает в ней активное участие, но и призывает к этому жителей нашего города. Это же дети. Детям надо помогать. Вообще надо помогать всем, кто нуждается в этом. Разве нет? Разве я не прав? И мне кажется, это дело каждого уважающего себя человека. Акция «С мира по листочку» получила такое название не случайно. Пожертвовать можно любую сумму. Но в итоге собранных средств хватает на то, чтобы купить канцелярские товары для нескольких сотен детей. Все это идет на покупку самых необходимых принадлежностей. То есть линейки, ластики, ручки, финалы, максимум ранцы. Акция направлена на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, ребятам из малоимущих и многодетных семей. При этом помочь можно не только деньгами. Гуманитарную помощь принимают на складе по адресу Пушкина, 24А. Там мы принимаем в первую очередь одежду. Одежду, такую околоформенного вида. То есть что-то вроде формы школьной. Ну и естественно сама форма и вещи, которые могут сойти за нее. Можно туда подходить и жертвовать какую-то, может быть, старую форму, старую, но хорошую еще одежду, которая может кому-то послужить. Второй этап сбор средств пройдет с 21 по 24 августа. Волонтеры будут стоять на первом этаже в торговых центрах «Атом», «Куба» и «Плаза». Сбор одежды на гуманитарном складе проходит до конца месяца. Каждый вторник и четверг с 17 до 19 часов и в субботу с 9 до 12. Более подробную информацию можно получить по телефону 8 906 353 46 37. Мария Рунич, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Неуемная работоспособность, стойкость духа, воля к победе – эти качества необходимы каждому спортсмену, чтобы достичь настоящего успеха. Именно эти черты характера воспитывал в своих учениках заслуженный тренер Евгений Куницын. Его имя известно не только нашему городу, но и всей стране. В Сарове уже девятый год подряд в его честь проводят турниры, на которые съезжаются опытные спортсмены и тренеры, а также начинающие хоккеисты со всей России. Это один из первых тренеров, который приехал сюда. Он наш земляк и работал здесь. Память о этом заслуженном человеке, который воспитал очень много таких ярких хоккеистов. Ну, не только хоккеистов, уже некоторые уже дедушки даже, можно сказать, в своих семьях. Поэтому весь город его знал и знает, и помнит о нём. В этом году в рамках турнира на Ледовом поле встретились четыре команды из Подольска, Пензы, Нижнего Новгорода и Сарова. На лёд вышли подростки, но по накалу страстей, по остроте моментов игра не уступала взрослым матчам. За третье место боролись клуб «Ракета» из Сарова и «Дизель» из Пензы. У нас команда младшая на год. То есть в юниорской хоккейной лиге играет команда. Ребята, то есть год рождения 2001-2002, у нас вся команда, ну, кроме трёх человек, 2002 года. Команда новая. Некоторые даже на переста России по юношам не играли. Первый период для обеих команд прошёл на равных. Во втором наши спортсмены уступили со счётом 0-2. В третьем Саровская дружина смогла отыграть одну шайбу, но получила в ответ ещё две. По итогам встречи саровчане уступили хоккейному клубу «Дизель» со счётом 1-4. Обе команды были как бы в хорошем настрое боевом. Обе боролись. Просто кому-то больше повезло в моментах. Много не разыграли, много не получилось. Мы все новые, считаю, мы все первый раз друг друга видим. Ну и вот только-только начинали вкатываться. Мы получили опыт определённый. Ну и в сезоне нам будет, наверное, проще играть. После налёта вышли команды, претендовавшие на звание чемпиона. Клюшки скрестили спортсмены из Нижегородского «Торпедо» и Подольского «Витязя». По итогам турнира первыми стала команда «Витязь», вторыми «Торпедо», третью строчку заняли ребята из города Пенза, а на четвёртом оказалась Саровская дружина. Компьютеры настолько вошли в повседневную жизнь людей, что виртуальность для многих стала реальностью. Киберспорт в Сарове набирает огромную популярность среди молодёжи. FIFA, танки, Counter-Strike – число поклонников этих игр постоянно растёт. И геймеры регулярно проводят соревнования друг с другом. Именно поэтому Даниэл Зюкин решил создать в Сарове первую официальную ассоциацию по киберспорту «Киберсаров». Идея родилась-то очень-очень давно, ещё года 3-4 назад, и началась она именно не ассоциация, а началась она с киберспортивной команды. Тогда мы собрали киберспортивную команду Сарова под названием «Guts of Demons» в дисциплине Counter-Strike Global Offensive и участвовали в онлайн-турнире по Нижегородской области с целью показать себя, что мы существуем, и постепенно дать толчок развитию этого спорта в Сарове. В нашем городе ранее уже пытались создать ассоциацию киберспорта, но безуспешно. Даниэл изучил негативный опыт своих коллег, проанализировал причины неудач и подошёл к этому вопросу более глобально. Как я знаю, они создавали эти ассоциации, свои площадки без поддержки Федерации киберспорта России, в частности по Нижегородской области, и без поддержки какого-либо финансирования. В отличие от них, у меня есть такая возможность, я пользуюсь поддержкой Федерации и поддержкой различных спонсоров. По словам Даниэла, компьютерные игры уже получили равные права с футболом и хоккеем, а это значит, что киберспортсмены могут проводить официальные общероссийские соревнования и получать в этом виде спорта разряды и звания «Мастер спорта России» и «Мастер спорта международного класса». А в конце августа в Сарове пройдёт первый турнир по киберспорту. Состоится турнир по игре «Дота-2». Она пройдёт с 24 по 26 августа, то есть это конец недели, с пятницы по воскресенье. Пройдёт она в режиме онлайн, то есть не только физическое присутствие в каком-либо клубе, а именно можно сесть в дома, зарегистрироваться в турнире обязательно с командой и принять участие. В команде может быть не больше пяти человек, плюс два запасных игрока и один менеджер. Чтобы принять участие в турнире, достаточно просто оставить заявку в социальной сети ВКонтакте или написать Даниилу Зюкину в личные сообщения. Самая бросающаяся в глаза разница между обычным волейболом и пляжным в том, что команды меняются площадками после каждых семи забитых мячей. И неважно, с чьей стороны они были забиты. Для непосвященного человека это выглядит очень странно. Но, как оказалось, в этом есть свой практический смысл. Из-за того, что сопернику, например, солнце светит в глаза, теряется качество. Поэтому, чтобы были команды в равных условиях, происходит смена сторон каждые семь очков. Каждая партия в пляжном волейболе длится до 21 забитого мяча вместо 25 в классике. А покрытие площадки одновременно и помогает, и мешает спортсменам. Для Николая Логинова из команды «Звезды» самые веселые в пляжном волейболе – это попытки вытащить мяч в падение. И тут песок становится ему помощником. Никакого позерства. Действительно хочется тащить мячи. То есть заряжаешься, хочется бороться. Даже если проверяешь, как сейчас было, там, минус 10, минус 9, все равно хочется зацепиться, потому что ради этого мы сюда и приходим. Команду, в которую играет Николай, ребята создали буквально перед самым началом соревнований. Название «Звезды» выбрали просто посмотрев на небо и увидев там яркое летнее солнце. В своей первой игре ребята держались достойно, но все же уступили своим оппонентам. Это была первая игра, конечно, тяжеловата, пока еще толком не разогрелись, не размялись, и при этом успели устать, потому что соперники оказались, ну, одни из фаворитов турнира, прям, скажем, не повезло нам жеребьевкой. А проиграли, скорее всего, потому что не хватило того самого опыта, который есть у них. И фаворитам, и преследователям первой встрече в рамках волейбольного турнира на песке пришлось нелегко. Площадки – сетка стандартного для волейбола размера, а вот играют не шестеро человек, а всего двое. Но вымотанные напряженной встречей волейболисты по окончанию встречи окунулись в прохладную воду и, по словам самих игроков, были готовы снова вступить в борьбу за первые места. В День физкультурника на стадионе Икар собрались люди разного возраста и профессий. Одни сразу стали в строе и приготовились к соревнованиям, другие просто пришли поддержать своих друзей и коллег. Праздник начался с награждения призеров летней Атамиады-2018 и вручения значков ГТО тем, кто уже выполнил нормативы. В стадионе приходят люди, которые преодолевают себя, люди, которые бегут под жизни и достигают больших высот. Громкая музыка стала ориентиром для тех, кто хотел попасть на площадку «Скилз-пати». Мальчишки разного возраста показывали трюки на велосипедах и самокатах. Скорость и высота – вот две составляющие этого зрелищного спорта. Это «Скилз», это не соревнования. Для старого, возможно, это новое. Это стандартная тема, это называется «контест». Контест – это такая форма мероприятия, где люди просто приезжают и показывают свое умение. Ребята показывали свое умение владеть двухколесным транспортом не только на земле, но и в воздухе. Участники виртуозно разворачивались во время трюков и эффектно завершали свое выступление. Рядом организовали танцевальную площадку любителей брейк-данса, где любой желающий мог продемонстрировать умение владеть своим телом под ритмом музыки. По словам организаторов, танцевальные студии испытывают сейчас некоторые трудности. И выступление в рамках праздника – это возможность показать свой потенциал. Хочется привлечь к ним внимание, чтобы город обратил на этот сегмент внимание и вернул пацанам репутационную базу. Почти половину территории стадиона заняли военнослужащие. Акция «Зарядись энергии с Росгвардией» совпала с Днем физкультурника. И более 400 сотрудников ведомства вместе с родственниками приняли участие в состязаниях по различным видам спорта. В целом всероссийская акция. Во всех регионах, во всех округах проходят соревнования, массовые мероприятия. Военнослужащие Саровской дивизии участвовали в соревнованиях как в личном, так и в командном первенствах по армрестлингу, перетягиванию канатов, футболу, волейболу, гиревому спорту. Каждая воинская часть сформировали сборные в каждом виде и они соревнуются между собой. Попробовать свои силы в спорте могли даже самые маленькие гости праздника. Площадка для семейной эстафеты работала в режиме нон-стоп. Главная цель – весело и дружно пройти все этапы эстафеты.